Рулежка у 400-го Тунгуса, как я уже ранее говорил, максимально приближена по ощущениям к рулежке на снегоходе Ирбис СФ-200. А эту рулежку мы считаем прям буквально идеальной. В лесу на нем очень комфортно. Если мы идем по пробитому, то есть, допустим, прошел один раз всего достаточно по пухляку пройти вот любому снегоходу, ты выезжаешь на 400-ке, он уже едет на абсолютно приличных скоростях и очень классно рулится. И он не такой тяжелый, то есть его можно кренить. И, соответственно, сам по себе радиус разворота, и за счет того, что снегоход покороче, гусеница короче, на подгазовочке чуть-чуть поворачиваешь руль, газ-газ-газ, ее закидывает. То есть он достаточно подвижный, он достаточно эмоциональный. На задней части снегохода есть кнопка, нажимаем на нее, поднимаем седло и попадаем в достаточно большой вместительный подседельный кофр. По 400-ке анатомические задние ручки, которые расположены немножко назад, разворачивают наши с вами плечи для более правильной осанки и, соответственно, распрямления спины. Спинка удобная, места на сидении, на седле достаточно много. Передо мной еще смело сядет взрослый человек, и, допустим, можно посадить ребенка. С левой стороны у нас находится вольтметр, здесь же у нас под крышечкой находится USB-разъем. На левой ручке расположен тормоз, здесь же ручник, здесь же переключение света, аварийная глушилка, подогрев ручек, два положения, курок или кнопка стартера, подсос. Здесь же у нас выведен ручной стартер, бензобак, курок газа, ЧК и рычаг переключения передач. Три положения, фронт, нейтраль и реверс. Карбюратор на Тунгусах, братцы, как я уже ранее говорил, установлен ПЗ-30, это карбюратор без подогрева. Заводится мотор у 400-го достаточно легко и работает очень приятно. Нажимаем на тормоз, сейчас на данный момент у нас техника прогретая, поэтому подсос открывать не будем. Нажимаем на стартер и даем чуть-чуть газку. Включаем передачу, передача включается очень легко. Вопрос в рулежке вообще, конечно, просто шикарный, просто шикарный. Вот сейчас заехали на пухляк, закопались задом, трогаемся вперед. Я думаю, что, братцы, это очень-очень неплохая альтернатива снегоходу Ирбис ССФ с короткой гусеницей. Потому что вот именно по маневренности, по рулежке, но у него больше тяговитость. И здесь, конечно, вдвоем кататься будет комфортнее, легче. Потому что все-таки мотор 420 кубов и мощей у него побольше. Именно в пухлом снегу вдвоем вы сели, двое взрослых, да, и более уверенно поехали. Тормоз выведен, вариатор тот же, мотор лончин, гусеница композитовская. Для 400-го тунгуса два горизонтальных амортизатора и один остался вертикальный. Две стропы ограничительные установлены. Передняя подвеска двухрычажка та же, с быстросъемами на лыжах. И новым бампером нового образца, который защищает пластик и уводит деревце или какой-то другой предмет, в который мы с вами въехали, в сторону. Панелька моя любимая, проверенная, устанавливается унифицированная. Годами проверенная. И на снег, на холод ни на что не реагирует. Классная штука. Вся информация необходима и есть. Передача, скорость, общий пробег, количество топлива в баке. Тут снега вообще просто. Братцы, несмотря на то, что гусеница короткая, он не кувыркает. Специально переехал, чтобы было понятно. Он очень уверенно проезжает, переезжает. То есть у него вот этих вот завалов право-лево нет.